Привет, YouTube! Поговорим сегодня про весенние новинки в макияже. За окном весна уже полным ходом и душа желает, конечно же, обновления. Внизу под этим видео будет список всех продуктов, также ссылочками, где их можно приобрести. Так что не переживайте, если вы что-то пропустили. Также не забывайте поделиться со мной в комментариях, что вы для себя новое из косметики приобрели этой весной. В общем, усаживайтесь поудобнее, поехали! Хочу начать с вот такого крема для лица. Это крем от марки Clorance. Он не содержит SPF-фактора, если для вас это важно. У меня в данной версии подходит как для сухой, так и для жирной кожи. У них есть, кстати, отдельно для жирной кожи и отдельно для сухой. Я себе приобрела что-то такое среднее. Гелевые текстуры, абсолютно не липкие, быстро впитывается, с ним очень комфортно потом ходить в течение дня. Хорошо дружит со всеми тональными, которые я использую. Вот, кстати, ненавязчивый запах розы. Шаю весистая баночка, хватит надолго. Следующий продукт для лица это будет тональный крем от Shiseido Self Refreshing Synchron Skin. Это обновленная версия предыдущих тональных кремов. У этого крема очень высокий SPF-фактор, плюс 30. Он подходит для жирной комбинированной кожи, а также для сухой и нормальной. Не подчеркивает шелушение кожи. Очень легко наносить, можно наслаивать. Для меня, как обладатель жирной кожи, в течение дня у меня, конечно же, блестит. И его нужно либо промокнуть салфеткой, либо воспользоваться пудрой. Он не ощущается на лице. Цвет прям так сливается с кожей. Люблю наносить его кисточкой. Поэтому, если вы в поиске тонального крема, однозначно я вам советую на него посмотреть. Одна из последних новинок. У меня лично, я знаю, что этот продукт давно на рынке. Но как-то я все не могла... Не мог он ко мне попасть в косметичку. Это консилер от марки Nars. У меня в оттенке вани. Если же вы, как я, девочка светленькая, и у вас не ярко выражены синячки, и вы хотите просто уплотнить некоторые места, то я вам однозначно его рекомендую. Он очень пигментирован. Не забивается в складочки под глазками. Я с помощью него уплотняю тезону, крылья носа. Отлично просто носится в течение дня. Не требует фиксации пудрой. Очень достойный продукт. Если есть какие-то покраснения у меня, какие-то прыщички. С помощью этого консилера все себе перекрываю. Однозначно это must have. Не зря его все так обожают. Еще одним продуктом для лица. Он у меня же мелькал в видео. Но все равно хочу о нем поговорить. Это скульптор от Huda Beauty. Это кремовый скульптор. Он у меня, кстати, в самом цветовом цвете. Он достаточно стойкий. Высоко пигментирован. Вам необходимо просто какая-то небольшая горошинка, чтобы проскульптурировать все лицо. Однозначно буду использовать летом. Продукт хорошо тушуется, наслаивается. Не оставляет вам никаких пятен. Очень легко распределять. При желании можно зафиксировать сухими продуктами. Очень крутой. Летом must have будет. Следующие продукты это... Я попробовала карандаш для бровей от марки MAC. И на самом деле я всегда выбирала карандаши недорогие. Никогда не видела, в чем смысл покупать какой-то карандаш дороже. Но это как-то так получилось, что когда я зашла в магазин, как-то меня консультант заболтал. В общем, сама не помню, как уже на кассе оплатила этот карандаш. И вы знаете, я настолько удовлетворена покупкой. Настолько он мне нравится. Состоит из двух частей. С одной стороны карандаш, с другой стороны щеточка. Видите, у меня в оттенке Deep Brunette. И я люблю его наносить не сразу, а через кисточку. Через скошенную кисточку, так как карандаш очень пигментирован. Это пудровый карандаш. Он сухой, невероятно стойкий. Будет с вами с утра и до вечера. Но я лично полюбила способ. Это просто набирать карандаш на кисть, вот так. И переносить уже, подрисовывать волоски там, где вам не хватает. Очень крутой. Еще из новинок. Это будут у меня сразу тоже два карандаша для губ. Один от NYX. Достаточно легендарный. 857-й номер. Круто прорисовывать контур. В последнее время я использую именно его. Даже последнее видео у меня есть, как красить губы. Сейчас тут где-то вылезет ссылочка. Я, кстати, использую именно его. Еще один карандаш. Это карандаш от MAC в оттенке Stone. Он уже потемнее. Это уже для тех, кто хочет больше выраженный эффект амбре. Рекомендую на него тоже присмотреться. Хорошо растушевывается. Прорисовываю им контур губ. И серединку я уже прорабатываю помадой. Какой именно, я вам сейчас покажу. У меня два новых продукта для губ. Один – это новая коллекция марки Clorance в оттенке 03. Холодного розового цвета. Наношу его на губы, когда использую карандаш. Также можно наносить на щечки в виде румян. Несмотря на то, что цвет достаточно яркий, продукт не высоко пигментирован. Он такой, знаете, более прозрачный. Я считаю, что это корроз то, что необходимо весной, когда мы выбираем все-таки более полегче текстуры. На губах он носится достаточно долго, стойкий. Слегка отпечатывается. Но для меня это не является проблемой. Кстати, не сушит губы. Цвет у него невероятно красивый. Знаете, как ваши губы, только чуть-чуть ярче. Советую присмотреться. У меня помада от MAC в оттенке 402. В таком теплом персиковом цвете. Кремовым финишем. Слегка сияет. Также можно использовать ее как румяна, для того, чтобы получить более гармоничный образ. Я думаю, что эта помада будет очень круто смотреться. Она слегка под загорелом личке. Она, кстати, визуально делает ваши зубы белее. Ненавязчивый запах. Достаточно стойкая. В общем, тоже вам рекомендую. Еще одной новинкой это будут тени для глаз Шарлотты и Тилбери. Это британский визажист. Они давно у нее в коллекции. Это оттенок джин. Но у меня они просто появились недавно. И мне безумно нравятся. Очень красивый, базовый, натуральный оттенок. Эти тени требуют фиксации с сухими продуктами. Они красиво подчеркивают любой оттенок глаз. Подзначно мастхев в косметичке. Это, знаете, такой красивый базовый цвет. И сейчас будут совсем непривычные бьюти продукты. Я, наконец-то, познакомилась с ароматами Джо Меллоун. Я уже попробовала с ними как-то познакомиться. Но, видимо, это было дело в спешке. В общем, мне эти запахи совсем не понравились. И вот в последнюю мою поездку я решила все-таки дать этому бренду второй шанс. И приобрела новый аромат. Даже заскринила еще несколько, которые обязательно приобрету. Потому что они невероятно стойкие. У них очень классный запах. Ты его в течение дня, там, я его ощущаю. И я думаю, что весна у меня однозначно будет ассоциироваться с этим запахом. И еще один непривычный продукт. Это средства для волос. Я не знаю, включат ли вам эти средства в дальнейшие видео. Хотите ли вы, чтобы я сделала обзор продуктов, которые я использую для волос. Напишите мне внизу в комментариях. И если вам интересно, я обязательно сниму отдельное видео по волосам. Я тестирую уже, наверное, месяц этот продукт. Это крем для кудрей. Всегда использую несмываемые продукты для того, чтобы придать волосам более красивую форму. Которую бы не склеивали, делали бы волосы такими живыми, блестящими, красивыми. И, конечно, в последнее время моим фаворитом стал вот этот крем от марки РНКО. Невероятно круто, если вы девочка с кудрями. И я вам рекомендую на него посмотреть. Очень классный. И на этом мой обзор продуктов подошел к концу. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч. Пока!